Участники заседания обсудили и приняли поправки в бюджет города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов. Этот вопрос был первым пунктом основной повестки. За счет оставки средств на счете бюджета и возврата неиспользованных средств в бюджетном и автономном учреждении увеличить расходы в 2023 году на проведение работы по оборудованию зала в музее дачи обрешений на 1,1 млн. рублей, на изготовление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия по адресу улиц Труда-8 до 100 одески из нового проекта реставрации 4,5 млн. рублей, на проектной работы и внесение изменений в концепцию проекта благоустройства набережной реки Кама в доложенной станции в сумме 3,4 млн. рублей в целях реализации проекта «Саратовские острова», победившего по итогам участия города в всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды. Одобрили депутаты в первом чтении внесения изменений в устав муниципального образования, касающихся их же работы. Полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращается досрочно. Решение представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутатов и продолжительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение 6 месяцев по лету. Наиболее активно обсуждали вопросы, представленные в разделе «Разные». Всех особенно интересовало, когда же, наконец, будет отремонтирован многострадальный мост через реку Большая Сарапулка. Для разъяснения ситуации был приглашен представитель предприятия УПР «Автодор». Подготовлены и вынесены документы на правительственную комиссию. Получено положительное одобрение и ориентировочная дата заключения контракта на следующей неделе. По словам представителя УПР «Автодора», полностью объект будет сдан летом. Что касается подрядчика, который не справился и с которым расторгнут договор, в отношении него готовятся два иска в суд о невыполнении обязательств и штрафных санкциях на сумму более 2 млн. рублей. С докладом об итогах службы сарапульской полиции за минувший год и о криминогенной обстановке в городе перед депутатами выступил начальник отдела МВД России Сарапульский Сергей Бавровский. В уровне преступности на 10 тысяч населения, проживающего в городе Сарапуле, по сравнению с 2021 годом, снизился со 160 до 147 преступлений, что, несомненно, стало результатом реализованных комплексных мер по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, свершенных в целом на территории обслуживания, снизилось до 12%, в том числе по городу Сарапулу на 10%. Из плюсов – снижение преступности по многим показателям, в том числе тяжких преступлений. Из минусов – рост мошенничеств, правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, отметил полковник полиции, нужно усилить профилактическую работу в молодежной среде, а также среди граждан пенсионного возраста, ведь именно они становятся жертвами мошенников чаще всего. В завершении заседания его участники ознакомились с программой мероприятий в рамках празднования Дня города. Основные мероприятия спланированы на 10 июня, значит, это стадион «Сохол». Театрализованное представление сарапулы вместе в рамках мероприятия традиционного конкурса «Человек года». Ну и в этом году сценарно будет сделан упор на патриотику и на актуальные на сегодняшний день темы. Ну и понятные юбилейные даты города и темы года педагога и наставничества в России, года молодежи в Мурте. В этом году праздник, который будет отмечаться 10, 11 и 12 июня, пройдет под девизом «Сарапул краски любимого города».